Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. У меня появилась еще одна важная информация, которая может быть полезна моим зрителям. Речь идет про ситуацию, когда вам необходимо отправить детей без сопровождения взрослых. Я с этой ситуацией столкнулся лично сам, полностью всю пробил и она работает. То есть, к примеру, у вас возникает ситуация, когда у вас остались дети в России от предыдущего брака, от текущего. И у вас есть необходимость этих детей привезти в Америку или, возможно, в другую страну. Это как бы doesn't matter, это не имеет значения. Многие крупные авиакомпании, оказывается, предлагают такую услугу. Сопровождение детей с представителем этой авиакомпании. Изначально я пробивал информацию по компании Delta. Ссылочку я скину в описании видео. Но остановился я на компании Air France, потому что мне достаточно удобно было купить авиабилеты. По тем датам они оказались более оптимальные. Услуга достаточно дешевая. Стоит порядка 150 евро. Вот. И, то есть, это получается выгоднее, чем упрашивать кого-то лететь с детьми, оплачивать этому человеку авиабилеты в одну сторону, в другую. Это набегает на такая достаточно кругленькая сумма денег. Тем более, если дети летят чисто погостить на лето, то, соответственно, получается, что нужно оплачивать в два конца. То есть, это реальная большая сумма получается. Тут все 150 евро и пожалуйста. Что для этого нужно сделать? Если вы проживаете в России, то необходимо нотариально заверенное разрешение от мамы, оформленное на представителя авиакомпании. Нужно полностью прописать, с какой авиакомпании ваш ребенок полетит. И вот такая доверенность составляется непосредственно у нотариуса, заверяется. Необходимо подробно ее перечислить. Люди, которым необходим образец, я могу, естественно, по запросу на мой электрон адрес образцы вот таких вот бумаг выслать. Вот. И, соответственно, если вы проживаете сами в США и уже проживаете или за границей, то вам необходимо составить аналогичное разрешение на двух языках. То есть так называемый апостиль. То есть разрешение на русском языке и, соответственно, на английском. Необходимо это для того, чтобы показать при вылете ребенка и при возвращении. На что важно обратить внимание. Когда вы пишете вот эту доверенность, вам нужно указать, что ребенок у вас будет следовать не только из России, но и обратно. То есть, соответственно, вы должны подробно весь текст согласовать. Ну и постараться прописать вот эту доверенность как можно больше стран. Потому что если вы эту доверенность оформляете не единоразово, оформляете ее, к примеру, на год или на три года. Я уже не знаю, какие ограничения есть в России сейчас по материально доверенным документам. То желательно оформить эту доверенность, если вы этой компании будете пользоваться неоднократно, и прописать все эти страны. То есть, к примеру, указать США, Шенгенские страны, Греция, Испания, Италия, Франция. Такой достаточно список, лучше полный указать и, соответственно, указать и другие страны. Вот, то есть, если вдруг у вас возник необходимость отправить и в другие страны, то, соответственно, чтобы у вас такая доверенность уже тоже была. Вот. Ну и, соответственно, все получается предельно просто. Как происходит передача ребенка с рук на руки представителю компании? Ну, я не знаю, как это происходило в Москве, в Америке это происходило следующим образом. Я прибыл заранее за три часа, как было указано в памятнике в аэропорт. У меня на руках был весь пакет документов на детей, то есть, ну, суммарный пакет, то есть, паспорта, разрешение, все полностью. К регистрационному детскому подошел, посмотрел, где происходит регистрация конкретного рейса. И обратился к представитель авиакомпании и показал уже оплаченный ваучер о том, что ребенка необходимо сопроводить. Дело было в Чикаго, вот. И что произошло дальше? На каждого ребенка повесили специальный бейдж, положили туда специальный комплект документов. И меня спросили, хотел ли я сам проводить ребенка через паспортный контроль непосредственно до диеты, где происходит посадка. Или же представитель компании. Я немножко удивился, говорю, как бы я здесь остаюсь, не собираюсь никуда улетать, у меня с собой только водительские права. Они говорят, не проблема. Взяли у меня права, я показал номер социального страхования, это скопировали. Дали мне какую-то совершенно бумажку просто написанную, я не знаю, чуть у меня от руки. И с этой бумажкой меня пропустили через паспортный контроль. Формально фактически осмотрели документы детей, то есть паспорта. И я оказался в транзитной таможенной зоне, где дьюти фри и прочие все дела. Вот. И дошел до дейта. Возле дейта я уже непосредственно во время посадки передал детей непосредственно уже стюардессе. И детей посадили, то есть пересадка у них была в Париже. Дети по-французски, ну старший немножко там знает какие-то базовые слова, вот. Ну не разговаривать, хотя учился в французской школе, немножко на подзабыла, вот. А по-английски так более-менее не старший говорит, вот. Но тем не менее, когда я созвонился, просил сразу же там мне проинформировать, и переживал, что в Париже как-то будут какие-то накладки, нет ничего подобного. Сразу же по прилету их представитель авиакомпании прямо взял и отвел к тому дейту, где будет посадка, и контролировал до тех пор, пока не вылетит рейс, и соответственно они не долетят до Москвы, вот. Во время полета экипаж очень дружелюбно относился, то есть тюардесса, к детям, то есть накормили, напоили, то есть интересовались, наелись ли и так далее, то есть могли добавку дать, то есть ну, очень такое дружелюбное было отношение, то есть никакого стресса о том, что дети летели одни, не было. Причем я еще в аэропорту в Чикаго разгорел с одной француженкой, она свою дочку впервые отправляла тоже во Францию, без сопровождения, ну то есть без себя, присутствие сопровождения тоже переживала, волновалась, но все, то есть вот, получилось на редкость очень даже позитивно, вот. Еще единственное важное замечание, вам необходимо в аэропорту находиться до момента, пока борт не вылетит, потому что у меня, например, возникла небольшая накладка с погодой, то есть самолеты уже полностью погрузили пассажирами, но разгрозилась, в общем, такая конкретная гроза, и рейсы немножко задержали, минут на сорок все вылеты, потому что плохая видимость, дождались пока грозовой фронт пройдет, и, соответственно, все рейсы опять запустили на взлет-посадку, то есть все это время пассажиры сидели в самолете, им дали легкий ланч такой, сразу же практически, чтобы люди не волновались, то есть время зря не теряли, детьми из самолета перезвонили, скажут, что все отлично. То есть вот такая вот полезная информация будет для вас, как вы можете своих детей без сопровождения отправлять туда-обратно. Еще раз повторю, если вам необходимы образцы форм, вы можете послать мне запрос-заявку на мой электронный адрес, и, соответственно, я вам отвечу в условиях получения этих форм. Хорошего всем дня, удачи и здоровья вам и всем вашим близким! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин